Так, чтобы включить систему ADAS в регистраторе, чтобы она как бы работала корректно, значит нужно сначала включаем регистратор. Регистратор включился. Дальше. Нажму паузу, чтобы он не записывал. Идем в настройки регистратора. Так, идем в раздел включения Wi-Fi. Включаем в регистраторе Wi-Fi, чтобы он заработал. Ждем пока заработает. Заработал. Дальше можно включить систему ADAS и здесь, но без приложения полностью она работать не будет. То есть она не сможет видеть скорость. Поэтому понадобится еще и приложение. Значит для этого. Идем в смартфон. Так, включу запись экрана. В смартфоне идем в настройки. Включаем обязательно Wi-Fi, чтобы был включен. Дальше. Идем в расширенные настройки. В расширенных настройках конфиденциальность. Дальше. Местоположение. Включаем определение местоположения. И включаем обязательно по спутникам GPS. То есть, чтобы телефон мог определять свое местоположение. И это местоположение могло отслеживать приложение для регистратора, чтобы могло мерить скорость. Дальше. Идем запускаем приложение. Подключаемся к регистратору. Ждем пока приложение подключится. Соединение установлено. Так. Ну это нормально. Пошло изображение с камеры. Дальше. Идем в настройки регистратора. И здесь нажимаем переключатель включения системы ADAS. Выскакивает такое предупреждение. При подключении UI видеорегистратора смарт-мобильное приложение синхронизирует ADAS с GPS смартфона для содействия безопасного вождения. Удостоверьтесь, что GPS включен. При увеличении скорости более 50 км в час система ADAS автоматически активируется. Ну здесь нажимаем, я знаю. Все. Предупреждение исчезает. И теперь, значит, приложение. То есть его нужно просто, чтобы оно осталось рабочим. Потому что регистратор будет от смартфона через приложение получать данные о координатах, мерить скорость. Вот. Ну и все эти танцы с бубном. Сейчас посмотрим, для чего они нужны и что в итоге из себя представляет эта система ADAS. Сейчас попробую показать, как оно выглядит в реале. На самом деле, с этим манипуляцией они того абсолютно не стоят. Да, и еще такой момент. Забыл показать. Значит, на регистраторе, на экране появляется такое перекрестие. Ну, то есть прицел такой, можно сказать. Это перекрестие. Это индикатор того, что работает именно эта система ADAS. Ну, и сейчас попытаюсь показать, что она из себя представляет. В движении, так сказать. Что она дает. Так, ну, потом как-то вставлю картинку на монтаже. Не знаю, что там видно, что там получается. Телефон специально далеко не стал прятать, чтобы он видел сигналы GPS. Чтобы мог мерить скорость. Сейчас попытаюсь вам показать, как эта система ADAS работает на самом деле. Что она из себя представляет. Абсолютно бесполезная функция. Зачем ее сделали, и с какой целью, мне вообще непонятно, если честно. Так, ну, скорость 40-50. То есть после 50, как бы, система должна активироваться. То есть предполагается, что система ADAS, ADAS, это контроль полосы, предупреждение, предупреждение столкновений и так далее. По идее, должна была сказать, что, типа, машина дрыхтует, а наша-то ничего не говорит. Не знаю, почему. Приложение выключил. Сейчас попробую зайти в настройки, проверить еще раз, что там. Потому что что-то не срабатывает и должно срабатывать. ADAS включен. Все включено. Так, ладно, пробуем еще раз. Вот и все. То есть я повернул, она начала вопить. Внимание, машина дрифтует. Оно того стоит? Не уверен. Сейчас попробуем еще раз повернуть. Увидеть. Вот, как бы вот. Это раз. А второе, если так будет она вопить постоянно, то смысл этого всего. То есть момент отслеживания полосы, вроде бы как, соблюдение по полосе. Но для этого мне сейчас, чтобы это все показать, пришлось отключить приложение. Возможно, приложение мешало. Ну вот, взял, пересек. Она молчит. И опять молчит. Ну, то есть, смысл, как бы, этого всего в том, что оно есть. Но для чего оно есть, непонятно совсем. Ну, называется, как бы, вот. Для чего эту систему делали? Что она должна делать? Абсолютно непонятно. Ну, короче. Кому было полезно, знаете, что делать. Это, кстати, отчет о поездке выглядит вот таким образом. Продолжение следует... Keep a safe distance, please. Субтитры создавал DimaTorzok